Зачем нам этот дух азарта, скажи? Ты сейчас прикалываешься. Большой процент рака. Процентов 30. Я 500 нашел. Я сейчас возьму и шов найду. Это Клинли магия. И вот они красавцы. Все это после такси. Основной мотивацией обратиться к вам было желание не попасть на капиталку движка. Да ёбарасы. Привет, друзья. Доброе утро всем. Вы на канале Клинли Кар. Меня зовут Сергей Пименов. Сегодня я в очередной раз хочу рассказать, как пройдет день с жизнью компании Клинли Кар. 8 утра, 8.05 у нас по московскому времени. Сейчас едем в офис. Сегодня у нас основные задачи. Первое. Запустить в работу новую команду. Все наши клиенты знают, что у нас есть команда экспертов под руководством старших экспертов, которые перепроверяют их, принимают работу. Есть Иван, который курирует работу всей команды. Так вот, сегодня мы запускаем вторую команду абсолютно с другой схемой работы. Я считаю, что она будет более эффективной, более оперативной, выезжать на осмотры. В общем, это должно повысить качество. Второе. Мы сегодня проводим собеседование. Ребят, мы берем человека в офис. Нам нужен менеджер-консультант в офис. Третье. У нас сегодня встреча с одним из официальных дилеров. Все еще хочется вот эту интригу держать. Пока вот не могу рассказать, да? И какая-то текучка. Друзья, все, что сегодня будет происходить у нас внутри компании, все, что будет сегодня связано с нашей работой, не то, что не принято обычно показывать, освещать, если какие-то нюансы, стычки и так далее. Сегодня обязательно в любой момент включаю камеру. Если действительно вот это все, что мы сейчас стараемся показывать вам, нашу такую жизнь клиный кар вам интересно, поддержите видео лайком. Ну, а вам, в общем, приятного просмотра. Ну, привет. Ну, что, ты готов? Да. Я записывал себя на камеру, включил диктофон, сейчас приду. Я не записывал себя на камеру, понял? Есть какие-нибудь комментарии? Ты нервничаешь? Твоя команда побьет Ваню команду? Я бы не хотел делить нас на команду. Нет, 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 давай не лукавить. Зачем нам этот дух азарта, скажи? Суть в чем, у нас есть две команды. Штатная команда Ивана, которая работает, как и раньше. И у Сереги своя команда, у которого в два раза меньше экспертов. И я считаю, что они покажут лучший результат. Если это будет так, ну, значит, это новый виток развития клиный кар, и мы просто перейдем все на немного иной подход. На сегодня записались на собеседование 4 человека. На 10, на 11, на час и на 2 часа дня. И самое интересное, что тот, кто был записан на 10, по голосу, был такой, ну, самый, в общем, взрослый. И мне казалось, пусть самый ответственный кандидат. Он там в машинах разбирается, опыт большой им, продавал машины и так далее. По факту в 10 ни человека, ни звонка не предупредил ничего. Вот это поворот! А вот молодой парнишка, на 11 часов, он вчера сказал, в 11 ключ на воду, сегодня в 11, как штык. Да, молодой, на вид мы, наверное, лет 20. Но, надо вспомнить нашего Ивана, который таким же молодым парнишкой 2 года назад пришел, не зная ничего. А сейчас ведет целую команду, прям мега успешно. Возможно, вот таким молодым ребятам и надо их обучать и давать шансы. В общем, сейчас заполняют анкету, после чего пообщаемся, узнаем, что да как. Так, Вадим, полных лет 21. Вообще, если касаться автомобилей, вообще этой темой интересовались. На ютубе смотрел, потом я еще в магазине работал, там часть была запчасти, часть в сопутствующих товарах работал. У тебя где-нибудь были, был какой-то вот такой разносторонний функционал, который зависит только от тебя? Менеджером, когда я курьерами управлял, вот. У тебя два места работы, это просто подработка, просто нужны были деньги, потом не нужны, и ты как бы уходишь с работы. А какой вариант, что вот ты к нам не приходишь просто, потому что сейчас нужны деньги, поработаешь, и ты опять искачаешь? Ну, я хочу какую-то постоянную работу, знаете. Петровский колледж, это же правильно, это гостиничная тема, да? Не-не-не-не. У нас очень важно с людьми общаться, у нас в максимальном уровне, вот, как сказать, клиент-ориентированности, у нас сервис. Это либо тебе будут писать, либо звонить, либо приходить сюда в офис. У тебя нету вот сложности? Нет, нет. Ну, я же работал в агентстве недвижимости, я там тоже постоянно на телефоне с людьми. И там посылают, как бы, иногда агентов и все такое. Настроение не портится? Нет, не портится, но работа такая. Ну, ладно, нас не посылают, у нас люди приходят к тебе за помощью, поэтому у нас немножко другая специфика. Мы рассматриваем, в том числе, обучение. Вот, как ты приходишь, не зная ничего, и завтра, там, сегодня, позже, просто, там, может, придется человек, который разбирается в машинах. Не факт, что мы отдадим ему преимущество, да? Может быть, это будешь ты. Имею в виду, что первые месяцы тебе придется очень сильно заняться самообучением. Какое-то время в день ты будешь обязан выделять на написание конспектов по технической составляющей автомобиле. Таким образом ты сам будешь это все запоминать, потому что в дальнейшем это консультация людей постоянно. Они все будут задавать вопросы по машине. Есть ли вопросов у нас? Пожалуй, нет. Тебя? Нет. Все, спасибо, что пришел. Ну что, Игорь, скажи свое мнение по поводу этого кандидата. У меня пока нет мнения, надо думать. Молодой зеленый чувак, работал везде, это чисто на подработках, 21 год, недавно, как понял, закончил обучение. Нужно заниматься, обучать, возможно, и на самом деле тебе таких не надо брать в команду. И прямо вот именно под себя их обучать, затачивать. В общем, еще кандидаты есть сегодня, кандидаты будут еще в ближайшие дни, поэтому со всеми пообщаемся, посмотрим. Но я вот на самом деле двумя руками за вот такой молодняк. Что думаете, стоит ли брать молодых и обучать, либо брать каких-то матерых менеджеров из автосалона искать? Менеджеры не пойдут на такую работу, да? Пойдут, думаешь? А менеджеры избалованные, избалованные... А вот надо просто менеджера, но не избалованные. Не избалованные менеджеры. Если вы нас смотрите, пожалуйста, отпишитесь, вы нам очень нужны. Ну что, по итогу у нас пришло только два кандидата, причем один программист, второй педагог. Но по сути, в первую очередь, нам нужен офисный сотрудник. Есть еще претенденты, и дальше посмотрим. Серега сегодня запустил вот эту у нас новую схему работы в противовес нашей нынешней команде Ивана. Он уже оторваться не может, один раз сходил со мной кофе попил, в итоге вот он постоянно в работе. Он просто от ноутбука, мне кажется, от телефона руки не отрывается с самого утра. Да я ничего не успеваю, ты понимаешь? Он еще ничего не успевает. Да как ты смеешь говорить при меня такое? У меня 12 договоров, а проработано только 4, и вот это новая тема. Ты сейчас прикалываешься? Нет. Что может быть сложного вот сейчас просто? Нет, ты меня не смотри так. Как ты мог проработать 4 из 12 со хреновую тучу часов? Испугались? Обоснулась. Это действующие, правильно я понимаю, действующие договоры? Да. То есть там уже проработано было до вчерашнего дня все? Ну вот сегодня, например, параметры поменялись в 3 из 4. Десятки машин, что ли, появилось теперь? Ну вот на тачку посмотрите, вот я пока что-то тру. А вот это провал. Это крах. Серега. Да, на заднем левом крыле пятнышки 700 микрон. Что это? Полот отказаться от автомобиля потом, если восстанет по раме? Ну, учитывая то, что у него по автотеке два расчета, дилер заявляет, что у него менялись правые двери, а потом говорит, что левые, скорее всего, менялись все двери. Машина, где менялись все двери, она с новыми дверьми, да? Да. Скажи, пожалуйста, твоя команда уделает команду Вани? Нет. Хорошая шутка. Вот так вот, типа, оп, а мы едем на закрытие. Сузуки СХ4 2013 года. Проверка будет проводиться через 20 минут в партнерском сервисе 100 движений. Ты можешь на скидку сказать, какой процент автомобилей ты бракуешь при перепроверке? Я почему-то знал, что ты. Ну, потому что ты просто у нас король забраковыватель. Ребята боятся, когда Серега едет перепроверять автомобиль, если находят какие-то косяки, он всегда бракует, если тебе не нравится машина, да? Большой процент брака? Процентов 30. А это всегда какие-то существенные недостатки или недосмотры? Или это все-таки такое очень субъективное, но клиенты прислушиваются? Наверное, часть это недосмотры, а другая часть это состояние, цена, качество. Друзья, ну, в общем, я пропустил небольшую часть сегодняшнего дня, когда мы поехали к официальному дилеру, провели некоторые переговоры. Все это касается все той еще темы, новой системы, да, про которую пока мы не можем говорить, но скоро ее, конечно, озвучим. Сейчас у нас закрытие с X4. Привет. Все, полетели? Все, и давайте так вот такой походкой крутой такой. Ладно, покажи, куда заезжать-то. Приветствую. Привет. Какой он свеженький прямо. Так, у нас вся резина, да, 19-го? Один, ловерный, оригинал ПТС, пробег 36 тысяч. 36 тысяч на ход. 36 тысяч километров, SX4. Новый, новый Сузуки SX4. Вань, привет. Привет, привет. Слушай, скажи, пожалуйста, я тут в 100 движений, мы сейчас на Сузуки приехали на закрытие. Слышал, краем уха ситуация, а что у нас с BMW-копейкой? Замок надо поменять. Там получается, что там такая же щеколка, как на базе, грубо говоря, как в кабине. Если ее рукой закрыть, то дверь закрывается, а вот брелка, кнопки, ну, дверь не закрывает. Это проверялось при осмотре? То есть машину купили, то есть ее проверил эксперт, проверил старший. Это наш косяк или это потом случилось? Скорее всего, это было на момент подбор. То есть это косяк эксперта? Дима сказал, что это такая несправность, что эксперт имеет, это косяк эксперт или нет. И что мы делаем тогда с этим автомобилем? Я уже заткнул в работу весь этот процесс гарантийный. Дима сказал, что это 50 на 50. Короче, компенсируем частично мы, частично ваш фонд. Да, да, да. Здесь уже в курсе, здесь что-то уже шевеление началось? Да, да, да. Не, мы согласовали, и это Леша сказал, как только они начнут, он мне скажет, я ему деньги перекину. Была ситуация насчет неработающего механизма ремня и подголовника. Что решили в итоге с клиентом? Ремень безопасности сделали, поменяли. Плюс подголовник тоже механизм сам разобрали, я так понял, сделали. Ну и, в общем, клиент остался давай. Скажи, пожалуйста, у нас какие-то вот такие по мелочам, которые не вписаны в регламент, много всплывает таких вещей? Какие-то мелочи, которые их все не вписать. Какой-то процент брака, он все равно всегда будет. Слушай, если такие ситуации в ближайшее время еще возникнут, пожалуйста, держи меня в курсе, ладно? Все, хорошо. Все, Вань, спасибо, давай. Кстати, вот интересно тоже, замечание это правильное. Скажите ваше мнение, если вносить в регламент проверки, в чек-лист такие пункты, как выдвигание подголовников, работа центрального замка с брелка, со всех дверей, ручек, то есть от всего-всего, то получится чек-лист из полторы тысячи пунктов. И проверка автомобиля одного будет занимать столько, чтобы это все зафиксировать, внести, ну что нам просто не будут давать смотреть автомобили, но это будет на полдня. Или все-таки такие моменты у автомобиля с пробегом, это списать на то, что возможно возрастные какие-то вещи, вот что вы на это что-то думаете? Стали бы вы показывать автомобиль подборщику, если бы он, например, занялся проверкой вот автомобилей там 300-400 пунктов, и вам бы сказали, мы сейчас будем смотреть вашу машину, приготовьтесь, у нас там 3-4 часа. Это абсурдный бред, конечно. Давайте посмотрим SX-4, как он выглядит на пробеге 36 тысяч километров. Противотуманки, да, корректор фарта, ручка КПП, как новая, климат, музыка. Не зашарканный, еще не зацарапанный пластик. Задний ряд, все, идеально, друзья, беру. Ага, а пластик-то чем-то натирали. Так, здесь все очень чистенько, подушки. Ну, не сказка ли, ребят? Ну, вот отсюда под светом видно, что вот на этой светлой обивке вот втерлась пыль, такой переход темный. Сделав химчистку, она будет вот такого же светленького цвета. Подогревы сидений, да, хром не зацарапан, все чистенько, аккуратненько. По кузову есть какие-то в кузове? По кузову есть, да, краски вторичные. Стрих красных элементов, это крыло переднее будет, заднее есть, заднее крово. Красили по косметике и за царапинами. Вот очень хочу сам потыкать, прям давно этого не делал. Так, интересненько, ну-ка, 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 300, ну-ка. Ну где тысяча, оп, 400, 352, 500. Кто больше? Я 500 нашел. Скорее всего, царапина была покасательной, и вот под этим пластиком тоже будет расшпатлевано немного. Ну что, может быть шовчик найдем? Я сейчас возьму и шов найду. Ну да ладно, ладно, верю, все, окей. Шутки шутками, ржавчины у нас вот здесь, где обычно бывает, нету. Крышка багажника уже у нас не крашена, да? Кромки у нас, нигде светения здесь всего нету. Никаких жучков, абсолютно ничего. Кайфовый. Цена этого автомобиля? 660. 660, да. Ты понимаешь, да, 660 я этого же года Мандео 4-й ест куплю, дизельный, на фарше. Требования клиента. У тебя есть вот какая-то стратегия, как по цене пообщаться? Стратегия, путь, у меня по подвеске есть нюансы. Попробуем. У нас еще эндоскопия должна быть. Не-не-не, не вопрос. Любой каприз за ваши деньги. Просто я имею в виду, что для себя на таком пробеге я бы, конечно, не делал. Так, уже не 5 минут. Компросометр, вовка. 36 тысяч побегов SX4. Почти новая тачка, 13-го года, 7 лет. 13-го. Да, считай, не ездили. Максимальная комплектация. Вообще, все, что может быть, в ней есть. Шикарный вариант. А цену, я сейчас скажу это и скажу, да нафиг он нужен 660 тысяч. Ну, на любителя, да? За состояние. Цена за то, чтобы купить почти новую машину. Так, Гэджи звонит, Гэджи. Да, 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 я отошел сейчас. Будет Volkswagen Crafter, по-моему. Один более-менее нормальный. Второй с движком. Надо посмотреть, что там с движком. Какие примеры вложений и так далее. Гэджи. Едьте. И еще какая-то такая похожая машина. А дальше у нас, ну, чуть позже, они еще, где-то, 14 привезли. Ну, нам отдадут. Там не на улице, я так понимаю. На улице, да. Скорее всего. Слушай, ну, что сможем, то в таких условиях, что сможем, то посмотрим. Да, да, да. Это таки нужно. Прямо детально, чтобы мы это переоцепили, что сделали, если они что-то утаили. Понял, понял. Все хорошо. Твой товарищ будет, он прямо на месте. Сергей ему все покажет, тогда расскажет. Да, да. Он там прямо тоже будет. Супер. 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 Хорошо, договорились. Да. Всего доброго. Давай. Спасибо. Давай. Ну, давайте, ладно, раз уж звонок прошел, расскажу. Это наши друзья, уже можно сказать. Они заказывали проверку шести автомобилей, которые хотят выкупить, ну, там, для своей какой-то деятельности. Йети, два Дастера, два Крафтера. Надо проверить состояние автомобиля, потому что тут идет вопрос цены. После чего, видимо, потом надо будет проверять уже больше объема. Косвенно связано именно вот с той тайной, с той интригой, которую я пытаюсь развить в этих видео, о том, что мы предоставим скоро новую услугу. Это будет что-то очень интересное, глобальное, чего еще не делали в нашей сфере, в сфере автоподбора. Вернемся к Сузуки, там проходит эндоскопия, посмотрим, в каком состоянии цилиндропоршневая группа у Сузуки на пробеге 37 тысяч километров. Многие скажут, что спор за 660 тысяч покупать SX4, но это выбор каждого. Если в цели купить надежный автомобиль для супруги, просто хочется, чтобы машинка радовала, как новая, реально идеальный вариант. Ну, честно скажу, большинство людей с таким бюджетом приходят за 4-м Мондео, за Мерседесом С-класса, за BMW и Ничкой. То есть за чем-то более либо брендовым, либо более большим, то есть D-класс. Ты закончил? Да. Ну, скажи, пожалуйста, ну эту-то машину ты не будешь браковать? Нет. Хорошая машина. Вот прям крутая, вот тебе бы взял. Нет. Почему? Она дорогая. А если бы ты жене брал? Вот жене машинку беспроблемную, чтобы она ездила и бедно знала. Ну, все равно, мне кажется, за 660 что-то поинтереснее на чем-то сочетать, знаете. Ну, все, машина огонь, прошла все проверки, компрессия в норме, доска окей. Оформление сделки сейчас будет? Нормально, тачка хорошая себе бы взял. Неах, это клинная магия. Кстати, друзья, меня неоднократно вконтакте спрашивали, как кобальт и как у него расход, что на автомате у кобальта типа большой расход. Езжу как овощ, средний расход 7,4. Это для тех, кому было интересно про расход на автомате. Это полтора литровый двигатель. На этом плюсы этого автомобиля, в принципе, заканчиваются. Хочу показать просто этот таксопарк, да. И вот они красавцы. Реально, машины с такси, они продаются. Они даже неплохо выглядят. Самое интересное, что все эти машины, они после коммерческого использования. Конечно, никто их не собирается покупать для себя. Вообще незамятые сидушки машины, как новая, руль, все. Но дело в том, что я знаю, что эти автомобили, вот тут, там еще целая грядка их стоит. В общем, все это после такси. Эти автомобили отполируют, наведут лоску, отхимчистят. Скорее всего, где есть пробег побольше, я думаю, что даже самофет пробег и будет продавать. Как ни бита, ни крашена, бережно эксплуатировали. Жена ввезла детей только в садик. И таких машин я в последнее время вижу очень много. Я не знаю, то ли кризис, то ли что. Таксопарки закрываются в очень многих местах, в очень многих сервисах, площадках и так далее. Я вижу просто грядки таксичных автомобилей, которые ждут своей реализации. Рынок этим перенасыщен. Вы запросто там можете купить автомобиль, считая, что вот вам продает девушка, потому что она такая вот прям вся молодец. Машинка была в такси. И не всегда вы это увидите по документам. Погоди-ка. На наше объявление о вакансии откликнулась девушка. На вашу вакансию откликнулась... Да, девушка, Егор. Большая часть откликов на вакансию, что удивительно от молодых ребят. Это ребята 20-25 лет. Опять же вижу в этом огромный плюс. И не надо думать, что молодые всегда безответственны. И что-то мне опять звонят. Жена звонит. Все, день закончен. Серега, я тебя закидываю и домой отдыхать. Ваш такси подым, да? Вас ожидает белый кобальт Е697. Ну что, Секс-4? Бодренький. Немного странностей, конечно, у него. Пробег смотан, наверное, да? Хоть какой-то момент может у тебя задуматься, что пробега там может быть больше? Хоть какой-то пунктик. Да, я тебя уже назвал. А, аморта и резина? Аморта, резина и нагар в цилиндрах. Да херня, это все. Учитывая, что человек ездит с 13-го года так мало и содержит машину в таком состоянии, резина может быть просто предубеждением, что раз в 5 лет надо ее менять. Не, они сказали, что сточилась передняя резина. Чего, блин? Я спросил бы, а что с резиной, с родной? Там стерлись колеса. Там, говорят, какое-то качество китайское. 37 тысяч? Да. Ладно, зро машина огонь. Один час спустя. Вы знаете, мне кажется, мы сами накликали себе неприятностей. 22.40. 20 минут назад я приехал домой. В заказ К872 сегодня вот только что пришло сообщение от Ярослава. Чуть меньше года назад вы подобрали мне машину. К сожалению, у меня не сохранился чат, но я помню, что вы при осмотре машины утверждали о том, что в этой машине стоит цепь ГРЭМ. Было дело. Я смотрю на название чата, название чата Лада Ларгус. Я понимаю, что это двигатель с временным ГРЭМ. Чувствую неприятность. Мы хотели снимать, что творится за кадром. И вот все сейчас вот такие штуки всплывают, как будто вот специально для контента. Камон. 22.41. Я открыл свою странную фасоль. Я хочу съесть баночку фасолей и лечь спать, потому что завтра в 7.40 я уже выйду отсюда. И завтра я приеду не раньше. Прислали фотку. Основной мотивацией обратиться к вам было желание не попасть на капиталку движка. До ёпыры саты.